Интернет, современные технологии помогают быть нам сегодня на связи друг с другом, однако даже в таких условиях роль ближайшего почтового отделения, почтальона, очень важна. 12 июля в России отмечают День почты. На Люберецком главпочтамте трудится целая почтовая династия. О рабочих буднях и домашних праздниках этой семьи узнал наш корреспондент Александр Колганов. Эти парни отлично знают, что такое семейный подряд. На Люберецком главпочтамте вместе с Андреем трудятся две его двоюродные сестры Елена и Ольга, которая в свою очередь замужем за Николаем. На работе мы все рабочие, ничего лишнего, чисто работаем. Это и не помогает, и не отвлекает, мы все сотрудники. Сортировочный цех – сердце Люберецкого главпочтамта. Именно отсюда корреспонденция отправляется в другие сортировочные цеха федерального значения, а затем уедет по стране и миру до конечного получателя. Ну а также сюда приходят посылки и письма, чтобы уже жители округа смогли их получить. Процесс приемки и отправки корреспонденции полностью автоматизирован. Каждая упаковка сканируется и попадает в базу. Мы работаем сутки трое, работают четыре спены. Мы одна из приказов. Ну вот надо сказать, что этот транспортер не останавливает свою работу больше, чем, ну, может быть, даже на полчаса, да, 24 на 7. Погрузка и разгрузка почты не прекращается даже в новогоднюю ночь и во все другие праздники. Посылки и письма сортируют по контейнерам. И уже после этого они отправятся по стране и по миру, чтобы найти своего адресатор. Осталось только запломбировать этот контейнер, ну, чтобы посылки были в целости и сохранности. Вы можете подумать, что в век информационных технологий все давно перешли на использование электронной почты. Но это далеко не так. Бумажная тоже актуальна. Вот только с начала этого года Люберецкий главпочтант обработал около двух миллионов простых и заказных писем. Это штепелевочная машинка. Это тот самый штемпель, который получатель видит, когда письмо приходит к нему домой. А это святая святых почтового отделения – зал обслуживания клиентов. Нам удалось попасть туда, куда не ступала нога посетителя. Работа сотрудника почты трудная и напряженная. Именно сейчас, находясь в форме оператора связи и сидя на его рабочем месте, я понимаю всю ответственность этой работы. Елена Мартышова – еще один представитель почтовой Люберецкой династии. Она уверена, что не только в быту, но и на службе все четверо легко понимают и дополняют друг друга. День Почты России, как и все другие праздники, эта рабочая семья будет отмечать вместе. Мы объединяем людей. Они общаются с помощью почты. А общение – это всегда хорошо.